Девушки отдыхают Ну так, чтобы вы понимали, насколько все серьезно А разработчик-испытатель детских социальных программ благотворительного фонда «Надежда по всему миру» И вот в период самоизоляции, мне кажется, творчество в хорошем смысле обострилось То есть она подумала, почему бы и не написать еще 100 песен Не написать еще один хит, поэтому давайте же скорее музыку в студию Татьяна Соловьянова сейчас у нас будет со своей, возможно, даже будущей главной песней какого-нибудь фестиваля Любим, верим Голоды летят, как птицы, но есть чувства и есть любовь Знаю, что все простится, и мы поймем друг друга вновь Нас не смутят расстояния, ведь я сердцем всегда с тобой Помню я все обещания, мы идем дорогой одной Любим, помним, знаем, смеем Прощаем, надеемся, мы всегда верим Любим, помним, знаем, смеем Прощаем, надеемся, мы всегда верим Новые ожидания, новый мир и новый мы В сердце много желаний для исполнения мечты И хорошо, что мы рядом, связаны навсегда судьбой Помню я все обещания, мы идем дорогой одной Любим, помним, знаем, смеем Прощаем, надеемся, ты всегда верен Любим, помним, знаем, смеем Прощаем, надеемся, ты всегда верен Любим, помним, знаем, смеем Прощаем, надеемся, ты всегда верен Любим, помним, знаем, смеем Прощаем, надеемся, ты всегда верен Ростов-на-Дону Татьяна, поймали ваш воздушный поцелуй и передали его всем жителям Ростовской области Но тем временем Геннадий хочет рассказать какую-то удивительную новость Хочу передать вам информацию, информационный посыл, который касается изобретений Массачусетского технологического института Там разработали способ включения электронных датчиков в эластичные ткани Что позволяет создавать рубашки или другие предметы одежды Которые можно использовать для мониторинга показателей жизненно важных функций То есть стало тебе плохо, рубашка сработала Рубашка дала знать об этом Что немаловажно для меня, как для хозяйки Эти рубашки со встроенным сенсором можно стирать в стиральной машине Можете себе представить, до чего дошел прогресс? Более того, ученые говорят о том, что еще будут разработаны не только такие рубашки Но и другие элементы одежды Например, брюки То есть то, что непосредственно прилегает к телу человека Но и ведь это еще не все Они будут изготовлены в различных размерах Для того, чтобы они подходили людям различной комплекции Но меня еще волнует такой момент Будут ли у них разные цвета и оттенки Либо же все будет выбрано, допустим, в белом или в черном цвете Вроде такой ты понимаешь, что тебе заботится твоя рубашка Но ты очень немодный, скучный Да, да, да Поэтому я, конечно, предлагаю ученым Массачусетса Подумать не только о практическом применении этих рубашек Но и о дизайне тоже Надо связаться с какими-нибудь именитыми личностями в этом плане Да Ну, кстати, они еще будут измерять чистоту дыхания И ритм вашего пульса Я вообще себе, конечно, слабо могу это представить Потому что только когда входили в моду вот эти самые браслеты Помните, часы, которые измеряли частоту твоего пульса? Датчики, да Да, датчики Тоже это казалось чем-то таким необычным Но сейчас, в принципе, практически каждый может себе их позволить Потому что цена варьируется в пределах допустимого Вот, а когда появятся такие рубашки Я думаю, что все будут подходить друг к другу Говорить, смотри, у меня здесь датчики Надеюсь, надеюсь, очень надеюсь, что все будут именно так и подходить Смотрим этот датчик Друзья, ну, программа наша, разумеется, не только о рубашках Не только о датчиках, в ближайшее время мы расскажем вам о том Чем же сегодняшний день еще важен, интересен Поскольку мы приближаемся к Дню Великой Победы К празднованию 75-летней годовщины Победы Ну и об этом, разумеется, и 9 мая Очень подробно будет рассказано в эфире Причем не буду открывать всех секретов Но 9 мая мы вас тоже удивим Сегодня 29 апреля и мы продолжаем вас знакомить с событиями Которые день ото дня приближали в Великий Праздник Победы 29 апреля 1945 года шел 1408 день Великой Отечественной войны В эту ночь два советских батальона, внезапно атаковав противника Захватили в центре Берлина мост через Шпрее Вскоре наступавшие части находились уже в 300 метрах от Рейхстага Но сходу овладеть зданием парламента они не смогли Гарнизон Рейхстага был вооружен большим количеством пулеметов, фаоспатронов, артиллерийскими орудиями Здания защищали глубокие рвы и различные заграждения Войска 1-го Белорусского фронта полностью заняли столичный район Моабит Ангальский вокзал и 177 кварталов в центральной части Берлина Чтобы очистить от войск противника район вокзала и открыть путь своим танкам Командир 1-й гвардейской танковой бригады гвардии полковник Темник Вооружив автоматами всех работников штаба, лично возглавил атаку Группе удалось очистить от врага квартал, но разрывом мины командир получил смертельное ранение Посмертно гвардии полковнику Темнику присвоено звание Героя Советского Союза В этот же день, 29 апреля 1945 года, ночью в бункере императорской канцелярии состоялось бракосочетание Гитлера и Евы Браун Свидетелями на котором выступили Борман и Геббельс Затем Гитлер продиктовал политическое завещание В нем Геринг и Гиммлер обвинялись в государственной измене Лишились всех постов и званий Приемником на пост президента назначался адмирал Денитс, канцлером Геббельс Шел 1408 день Великой Отечественной войны Кстати, у нас сейчас в Ростове-на-Дону, несмотря ни на что, идет вовсю подготовка к великому празднику, к Дню Победы И вот буквально вчера штурмовики и истребители Южного военного округа провели репетицию воздушного парада Победы в небе над Ростовом У нас возле офиса находится он на Суворово, они летали, но я, к сожалению, не успела Все мои коллеги посмотрели, как только я выскочила, я успела увидеть только хвост этих истребителей Но те, кто успели увидеть это потрясающее зрелище, сказали, что истребители выстроились в небе в виде цифры 75 И это было так красиво, так красиво, но я этого не увидела Видели бы вы это разочарованное лицо вот этой вот девочки, потому что именно такое лицо было у Иры в тот момент Как будто она маленькая девочка, которая пропустила что-то очень важное Я хотел бы, Ира, чтобы ты не пропустила хотя бы эту важную часть жизни любого человека Гороскоп, именно к нему мы сейчас и переходим Овны, сегодня у вас довольно спокойный день, все дела идут своим чередом При этом весьма романтическое настроение, тогда почему бы не устроить романтический ужин? Тельцы, если у вас накопилось множество дел, к которым вы давно не могли подступиться Сегодня самое время это сделать, удача будет сопутствовать вам во всех сферах Близнецы, неплохо было бы позаботиться о себе Проведите оздоровительные процедуры, массаж, маски, ароматерапия, все пойдет на пользу Раки, сегодня помогая другим людям решать их проблемы, вы себе поможете найти ответы на беспокоящие вопросы Вы сможете увидеть себя со стороны Львы, могут возникнуть трудности, решить их помогут толковые советы окружающих Девы, постоянные метания между разными заданиями могут сбить вас с толку и увести от заданной цели Лучше сегодня выполнить мало, но качественно Весы, у вас сегодня очень благоприятный день, вы справитесь с любыми сложностями Все карты в ваших руках, однако правильно распределяйте силы и не переутомляйтесь Скорпионы, назревает проблема и ваше имя возглавит список людей, способных ее решить Вы действительно найдете правильный ответ Стрельцы, утро будет богато на события, все они будут приятными, хотя и трудоемкими А вечер проведите в спокойной обстановке и наберитесь сил перед новыми свершениями Козероги, день отлично подойдет для отдыха и восстановления сил Проведите время с близкими людьми за приятным общением Физические нагрузки нежелательны, лучше отложить их на завтра Водолеи, вы сегодня миротворец, благодаря которому окружающие люди не ссорятся Только действуйте тактично и инициативу проявляйте ненавязчиво Рыбы, утром придется решать хозяйственные и семейные вопросы Возможно, вам пора совершить покупки или навести порядок в доме Днем сможете решать рабочие дела, а вот вечер посвятите себе и близким людям Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Ну там он в кепке, в очках, с гитарой Здесь у нас сейчас он будет без всех этих атрибутов Но тем не менее, поэт прохладной жизни Интеллектуальный хулиган Марк Котляр с нами на связи Марк, доброе утро Доброе утро Здравствуйте, Марк Расскажите, этот шедевр создан во время самоизоляции Либо он еще из прошлой жизни Ну я думаю, что во время самоизоляции шедевры, которые созданы вне формате Вашей передачи А это уже создан давно И просто сейчас, пока есть такая передышка Мы с музыкантами решили на удаленности друг от друга Довести до ума проекты, которые были недоделаны Кстати, а вот с проектами Насколько действительно момент, начало самоизоляции поставил Вас в ситуацию тупиковой? Было ли такое? Или у Вас ничего не поменялось? В принципе, даже не было никакого напряжения? Что я не знаю Ну для меня музыка это просто хобби Для моих музыкантов это работа Им, конечно, тяжело Потому что на удаленности невозможно ходить по ресторанам зарабатывать И так далее, музицировать Лично для меня ничего такого особенного в творческом плане не изменилось Но единственное, что на прямые эфиры Когда вдруг после ужина хочется что-нибудь пообщаться с людьми Выходишь в инстаграм в прямой И раньше было человек пятьсот там как-то там посещаемость А сейчас там свыше двух тысяч человек тебя смотрит И это как-то прям сказывается на самооценке Популярность растет Меняется уровень ответственности И меняется, да, уровень ответственности Марк, а о чем Вы разговариваете у себя на прямых эфирах? Что там такого интересного и цепляющего? В рамках нашей программы, конечно, хотелось узнать Ну для меня просто выяснить, что оказывается я не только для себя пишу Есть какая-то там группа людей, которым нравится то, что я делаю Это важно И отвечать, когда ты поешь сразу, я отвечать не очень успеваю А формат такой, что и дочку не позовешь Раньше дочка там, ну это так называется, по-молодежному свайпает Она там что-то там крутит, там читает, отвечает А когда я понимаю, что уже все переходит в мой обычный формат Я говорю, Иваня, иди в соседнюю комнату И уже общение идет Там я увидел название песни какой-то Человек написал, спой, я пою А так, чтобы прям вот общаться, уже не получается Вот, кстати, да, большинство творчества, насколько мне известно Ну большинство, не буду говорить обо всем Именно хулиганского формата И сейчас, наверное, приходится, ну прямые эфиры, понятно Записи некоторые Все же из дома Как изолируетесь от дочки, от той же То есть просто отправляете в другую комнату Или все-таки говорите, садись и учись, как говорится Пригодится в жизни Ну, у меня достаточно изолированные детские комнаты Слава богу, вот в новой квартире И тут бы вообще от всех изолироваться куда-то Вот, поэтому, конечно, душевая И санузлы стали нашим независимым государством таким Куда ты вот переезжаешь Хотя бы на полчасика побыть Вы знаете, в это независимое государство Иногда ломятся граждане, которые кричат Выходи, государь, освобождай площадь, так сказать А у меня их два сейчас в квартире Поэтому у нас прям этот процесс нормальный Вы счастливчик, Марк, хочу вам сказать С небольшой ноткой доброй зависти Марк, скажите, пожалуйста О каких-то жизненных советах Просят у вас люди во время прямых эфиров В Инстаграм? В основном спрашивают Что за водка стоит на столе И что я ем А советов... Какие советы? Сейчас все, кто общаются Все приходят к пониманию То, чего раньше мы не ставили во главу угла Сейчас, конечно, такие слова, как терпимость Консенсус И все-таки взаимопонимание Они стоят сейчас на первом месте, я думаю Хочется, чтобы именно эти слова И после всей этой ситуации Остались также на первом месте В каждой семье И во взаимоотношениях Всех людей на всей планете Напоминаем, с нами на связи был Марк Котляр, поэт прохладной жизни Интеллектуальный хулиган Поэтому, дорогие друзья, если вам вдруг вечерами скучно Следите за социальными сетями Этого прекрасного человека И вам точно не придется скучать никогда Марк, спасибо большое Как говорится, удачи вам Вам счастливо Мне кажется, что связью с Марком Мы в первую очередь порадовали брутальных мужчин И сейчас хочется порадовать всех Мимимишно настроенных девочек Потому что мы сейчас хотим, друзья, вам Рассказать о том, чем занимается на самоизоляции Тренер футбольного клуба Ростов Чем? Ну, конечно же, воспитанием своих прекрасных деток Потому что вот буквально на днях Футбольный клуб Ростов опубликовал фотографии Своего главного тренера Валерия Карпина С двумя дочерями, с Дашей Которой менее двух лет и с новорожденной Александрой Снимок был выложен в Фейсбук Ну и, разумеется, там была и подпись Нашему главному тренеру на самоизоляции Скучать не приходится Родилась, напомню, дочка его Вторая, четвертого апреля, вот буквально недавно И главный тренер Ростова опубликовал на своей странице В тот самый день, когда и футбольный клуб Ростов Публиковал у себя фотографии, видео, где он ухаживает за новорожденной Ролик сразу же вызвал массу умилений у поклонников футбольной семьи Я думаю, что тут не обязательно быть поклонником футбольной семьи Просто достаточно быть женщиной для того, чтобы взглянуть на эту фотографию И мило улыбнуться Ну и еще, кстати, есть информация Которая касается всех тех, кто перешел на удаленную работу Служба исследований компании Headhunter провела опрос работодателей Чтобы выяснить, какие меры по борьбе с распространением этого самого коронавируса Сегодня предпринимают в российских компаниях С марта доля компаний, не вводивших никаких мер по борьбе с распространением коронавируса Снизилась с 36% до 2% Представляете, всего лишь 2% компаний остались, которые ничего не предпринимают И которым все ни почем На удаленную работу полностью или частично перешли уже 74% компаний А в марте доля составляла всего лишь 23% Вы представляете, с математикой мне плохо Ну, я так посчитала, более 50% 51% перешел на удаленку И, возможно, не все захотят потом вернуться обратно в свои офисы Кстати, к сожалению, многие-то и потеряли работу Не буду говорить о цифрах, потому что не знаю Но я уверен, что таких людей немало И этим людям, возможно, даже нечем платить по кредитам Ну, специально для этого существует наша рубрика «Юридическая грамотность» И о банкротстве там тоже узнаем Ирина Владимировна, что такое банкротство? Банкротство нужно разграничивать Либо это как состояние должника, который не способен выполнить в полном объеме свои обязательства по кредитам, заемным средствам Оплатить коммунальные услуги Либо покосить обязательные платежи, в частности, налоги Либо это как процедура банкротства, которая четко предусмотрена арбитражно-процессуальным кодексом Законом о несостоятельности и банкротстве И если говорить об этой процедуре, то окончанием его является полное освобождение от долговых обязательств Ирина Владимировна, что делать, если нечем платить по кредитам? Панацея не существует, каждый случай индивидуален К нему нужно подходить персонально, каждую ситуацию разобрать Но нужно понимать, что с одной стороны не нужно депрессировать, не нужно паниковать С другой стороны, нужно осознать, что проблема наступила Нужно обратиться сначала, наверное, обратиться в банк, донести о том, что возникла проблема А потом найти специалиста, который мог бы решить вашу ситуацию Куда можно обратиться за помощью? К профессионалу, к тому специалисту, который работает непосредственно с решением данных проблем Заключая с ним договор, вы должны обратить внимание на те условия, которые там отражены Особенно на момент ответственности И самое главное, в этом договоре нужно проверить, на чем заканчивается сотрудничество с этим специалистом То ли это на подаче просто искового заявления, то ли это доведение до логического завершения и решения вашей проблемы по списанию долга Бюро списания долгов номер 1. Звоните 207-07-77 Субтитры создавал DimaTorzok